Доброе утро, дорогие друзья! Лето это не просто парад пусков, отдыха, какого-то времяпрепровождения такого легкого, но еще и время капремонтов. Что это за зверь такой? Давайте вместе с вами разбираться и знакомиться с нашим гостем, генеральный директор фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Константинович Суханов. У нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Слушай, ты напугалась сейчас всех. Давай все-таки спросим, Станислава, какие все-таки работы относятся к капремонту? Потому что она рассказала, как будто бы это что-то очень страшное. Капремонт это вообще круглогодичный ремонт. Просто у нас есть сезонные виды работ, которые мы делаем только летом. К капремонту относятся все инженерные сети. Это электрика, канализация, холодная вода, горячая вода, отопление. Это крыши дома, фасад, лифты, конечно, отмозка. Поэтому, в принципе, эти работы мы делаем круглый год, но есть те, которые мы делаем только летом. А какие делаются только летом? Что конкретно сейчас? Сезонными видами работы традиционно является отопление. Крыша, наверное. Обязательно крыша, которая является плоской, не которая скатная, шиферная, которая плоская, где происходит наплавление, да, потому что это можно делать только при определенных погодных условиях. Это, конечно, и все работы связаны с фасадом, который там, как правило, до 1-го октября желательно сделать. Ну и работы с отмозкой там до 1-го ноября. А сколько вперед составляется график? Вот сколько в этом году домов планируете откапиталить, так скажем? В этом году у нас в ремонте на сегодняшний день 775 домов. В области? В области. И в том числе 150 в городе Екатеринбурге. А как-то можно попасть в этот список? Как это вообще происходит в распределении? Потому что платят за капремонт абсолютно все, но когда подойдет твоя очередь, не очень понятно обычным людям. Ну, в принципе, программа до капитального ремонта Савловской области уже до 1953 года. Она делится на трехлетки, так называемые, как краткосрочные планы. Вот эти краткосрочные планы, они формируются в ближайшие 3 года, у нас 24-26, по весенне-осенним осмотрам, по предложениям управляющей компании, в том числе органов местного самоправления. И потом уже Министерство энергетики ЖХ, как уполномоченный орган, составляет тот перечень работ по предложениям органов местного самоправления, которые будут ремонтироваться в ближайшие 3 года. Поэтому, в принципе, все очень понятно с точки зрения организации процесса. Понятно, что иногда дома не попадают в эту трехлетку, стоят на более поздний период, хотя, может быть, крыша требует ремонта уже. И как им о себе заявить? Ну, в принципе, это тоже все отработано. В этом случае составляется акт, пишется заявление в администрацию муниципального образования, которое рассматривает этот вопрос и в случае необходимости дает заявку на перенос этого вида работ по данному дому на более ранний период. В принципе, процедура понятная, но по времени она занимает около двух лет. Ого-го-го, проще дождаться в итоге. Ну, если крыша течет, а у тебя только через 10 лет, то да, тоже вариант. Есть ли какое-то информирование жильцов о том, что у них, ну там, в ближайшие несколько лет, когда сформировался уже план, или где-то нужно посмотреть? Вот, а то, что, допустим, будет проходить в ближайшей ремонтной кампании 25-го года, фонд капитального ремонта по всем домам, которые формируют в Санокотле, Министерство Чита, за 4 месяца уведомляет собственников о проведении капитального ремонта в предложениях, где указывает, какие виды работ, какая стоимость, чтобы собственники могли поделиться, что необходимо им делать. Собственники, получив это уведомление о предложении, да, в течение трех месяцев должны дать обратную связь, определиться, провести общее собрание, определиться, какие виды работ, предельную стоимость, и выбрать старшего, который будет отвечать за взаимодействие с подрядными организациями, которые потом выигрывают конкурс по подписанию актов выполненных работ и всех остальных вопросов. Если же собственники молчат, то за них определяют органы местного управления, какие виды работ будут делаться на следующий год. А они потом где-то отчитаются, выложат чеки договора с МИТ и СИТа? Ну вот вы задали вопрос, где можно посмотреть, на сайте фонда капитального ремонта, если вы зайдете на свой дом в поисковой системе, вы увидите и не только на какой дом, какой вид работ стоит у вас на какой год, вы также увидите о тех работах, которые были сделаны, или по которым сегодня идет работа. Там в том числе есть акты выполненных работ по каждому виду. Есть контрактная цена, ну, законтрактовались, допустим, на 5 миллионов там по холодной воде, выполнили там на 3,5 миллиона. Там все это выкладывается, это все и в режиме онлайн, и это все можно посмотреть. А по начислениям? Потому что капремонт дойдет не ко всем, вы сказали, цифры они большие, но тем не менее в процентном соотношении это все-таки небольшой процент для тех, кто будет связан напрямую. Но платят все. Как вот разобраться с этими начислениями, если у человека возникают вопросы, как они происходят, как ему правильно действовать? Ну, сегодня, в принципе, действительно, порядка, наверное, 30-40% звонков, которые проходят на горячей линии, не связаны именно с отчислениями. Я еще раз говорю, это горячая линия, это можно по почте написать в России, можно на сайт фонда обратить. Не понимаю. Комментируйте, не понимаю, что это за цифра. Можно в Одноклассниках, ВКонтакте, в социальных сетях задать вопросы. Мы на эти вопросы отвечаем, у нас специально обученные люди, которые в течение двух часов на такие легкие вопросы идут ответы. А ну, если простым языком сегодня для наших телезрителей, как это начисление? От метража происходит, от количества людей? Вот у вас есть квартира, где есть общая площадь. Слава богу. 14 рублей 80 на копейку ставка оплаты за квадратный метр. Умножается на ваши квадратные метры и получается стоимость в месяц. И не важно, сколько людей живет. Или важно? Нет, не важно. Важно, если там люди, которые имеют право на компенсацию, на возмещение затрат по капремонту. Но это, как правило, люди, которые старше 70 лет, 80 лет. Различные ветераны, у которых есть льгота на социальную норму, так называемую. У меня вот такой вопрос будет. Если хотите, мы можем просто после него взять все вместе и засмеяться, как будто это была шутка. Но все-таки о какой проблеме надо сообщить, чтобы тебя в графике в очереди сдвинули на более ранний срок? А какие моменты являются очень важными и ключевыми? Смотрите, на самом деле вы должны понимать, почему смещение на более ранний срок, или, как мы говорим влево, происходит не так быстро. Потому что если мы смещаем какие-то виды работ на более раннее время, значит, какие-то виды работ мы переносим на более позднее. И поэтому нужно, помимо того, что кого-то поставить на более ранний срок, поэтому муниципальному образованию нужно отодвинуть на более поздний срок. Потому что стоимость, которую собирает данное муниципальное образование, оно же ведь фиксировано. Если муниципалитет может собрать 50 миллионов, то мы только на 50 миллионов и можем выполнить конкретные виды работ в этом году. Поэтому всегда проблематика между выбором, кого немножко сместить вправо, а кого немножко сместить влево на более ранний период, всегда существует. А получается, что сумма на каждый дом, она какая-то фиксирована, вот вы как сказали, 50 миллионов? То есть неважно, сколько подъездов, неважно, сколько этажей? Все жители этого нокруативного дома платят за ставку платы за капитальный ремонт. И мы просчитываем до 1953 года, сколько данный дом уже собрал и сколько соберет. Если дом собирает 25 миллионов до 1953 года, то и капитальный ремонт мы проводим в рамках 25 миллионов рублей по этому дому. Получается, где больше квартир, там проще? Ну, там и крыши больше, крыши бывают больше. Ну, и площади больше, конечно. Там и появляются лифты, которые очень дорогие сегодня, им необходимо менять. Поэтому на самом деле все относительно. И когда маленький дом, понятно, что там 8 квартир вроде бы немного собирают, но у них нет таких затратов, как еще раз лифты, которые стоят 3,5 миллиона, а их бывает и по 2 в подъезде. А про лифты, кстати, их будут менять? Я слышал, у нас вплоть до того, что здесь в Екатеринбурге есть компания, которая вплоть до того, что в Дубаях поставляет лифты. У вас будут скоростные когда-нибудь? На территории Екатеринбурга у нас, в Сырловской области, на сегодняшний день, ну, вот такого большого производителя лифтового бордовня, с которым мы работаем, нет. Может быть, и в Дубае есть, которые делают индивидуальные какие-то проекты, но не наши. У нас же комплексные. У нас мы меняем до 100 лифтов в год. Это, как правило, те заводы, которые представлены на российском рынке. Щербининский лифтовой, Могилевский, Серпуховский. В общем-то, лифты, которые традиционно у нас в капитальном ремонте и с которыми мы работаем всегда. Спасибо вам огромное за то, что делаете наши дома лучше, новее, чище. У меня вот лично после капремонта крыша больше не течет. За что? Отдельное вам спасибо. Ну, а мы сегодня говорим, что у нас в гостях генеральный директор фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов.